Привет, друзья! Вы вновь на развлекательном канале Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакштеев Дмитрий, мы продолжаем проходить джемини-рю. И я тут поиграл, к сожалению, без записи, потому что надо было разобраться. Ну, я нашел пару мест, которые, в принципе, интерактивные, то есть можно использовать. И нашел продолжение. Блин, играл, конечно, минут 40, наверное. Так что уж извините, если бы не это, то я, наверное, минут 40 здесь тупил, стоял. В общем, труба — это первое место, которое... Да подожди ты. Ну, ну что за бред? Вот, отлично. Труба — это первое интерактивное место, которое можно использовать. Сейчас мы отправимся в тренажерный зал еще. Давай-давай-давай-давай, по-быренькому. В общем, если бы я так не поиграл, я бы эти минут 40, то есть две серии тупо ходил и тупил. Никому это нафиг не нужно. Так что не упрекайте меня. Благо, разобрался не до конца. Ну, то есть пару мест только нашел. Тихо, 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 выходи. И все. Заходим в тренажерный зал. Давай, друг. Ну, молодец. Так, грузы. Давайте возьмем груз. Слишком тяжело, чтобы я мог сдвинуть это. Да я говорю не стеллаж, я говорю... Вот-вот, с мышкой беда здесь у меня. Я говорю, груз возьми. 4 фунта. Окей, он у меня теперь появился. Это тоже долго я думал. Какой груз. Ну, как недолго, выбирал просто. Сейчас точно уверен, что именно этот нужен, блин, для штанги. Отлично. Теперь спускаемся на первый этаж. Красота. Давай-давай-давай, родной. Сектор техобслуживания. И там найдем Жизель. Оказывается, она действительно там. Просто я, дурак, не сделал то, что от меня требовалось. В тот раз. Ну, ничего, в этот раз сделаю. Короче говоря, нужно поговорить с дверью. Грубо говоря, позвать. Есть ли кто-нибудь с другой страны? А, имена, точно. Жизель. Надо позвать. Видите, отвечает все-таки. Ты сказала мне убежать? Ты сказала мне убежать. Заткнись. Помолчи. Заходи или уходи. Да-да-да, захожу. Если бы я выбрал другой вариант ответа, она бы не ответила. Микрофонов здесь, скорее всего, нет. Я уже проверяла. Ну и отлично. Ну, Чарли. И как же тебе удалось что-то запомнить? Мне сказала Epsilon 5. Не сходи с ума. Если бы я брала с собой всех, кому стирали память, после того, как они устраивали для меня побег, тут бы целая толпа образовалась. Против тебя ничего не имею. Просто чем меньше народу, тем проще бежать. Так. Ты собиралась меня использовать? Ты знал, на что шел. Вот почему тебе обо всем напомнило Epsilon 5. Ничего личного, Чарли. Зачем пытаться убежать? Ты не знаешь, что это за место? Центр исправления преступников. Это значит, что тебе полностью прочищают мозги. И при поступлении, и при выпуске. Не знаю, как ты. А я не хочу снова терять свою личность. Хватило и одного раза. Сознание у меня одно. И другого не будет. И я не собираюсь позволять другим людям решать, кем мне быть, что делать и как поступать. Жить на свободе, но об этом не знать, для меня все равно, что умереть. Вот почему мне надо бежать. Вот почему я должна отсюда выбраться и найти свою старую память. Узнать, кто я на самом деле. И поэтому ты согласился мне помочь. Ты рассудил так же. Лишиться памяти и стать новой личностью, все равно, что умереть. Мою память стерли, чтобы помочь тебе. Но ты все тот же, что и раньше. Рядом все те же люди. Они не дадут тебе забыть. Когда ты отсюда уйдешь, мы уже никогда не встретимся. Ты не будешь ничего знать о своей прежней личности. Я думаю так. Хоть мы существуем сейчас и будем существовать в будущем, определяет нас именно сознание. И я его хотела бы сохранить. Сейчас, секундочку. Поэтому ты хочешь убежать. Ты не хочешь, чтобы они тебя корректировали? Я же знаю, что если не сбегу, мне снова сотрут память, когда я закончу тестирование. Поэтому я не должна пройти последний экзамен. Иначе меня отправят наружу, и прежнего сознания я лишусь навсегда. А, ну да. Я Пселом-5 нам говорил именно не проходить последний экзамен. Точно. А я подумал вообще не проходить экзамен. Так. Ты собиралась просто забрать мою карту и все? Ты собиралась забрать мою карту и оставить меня в неведении? Ну, ты, наверное, не настолько глуп, раз уж оказался здесь. Но ты не помнишь, кем было раньше. Это не важно. Если мне действительно надо будет узнать, мою старую память можно считать из банков памяти. Если хочешь добыть свою, можно попытаться. Но тогда, возможно, ты эту память потеряешь. И всем ведь без разницы, правильно? Когда ты бежишь? А тебе зачем это знать? Ты не с нами, пока не будешь нам полезен. А пользы от тебя пока никакой. Но я же помог составить карту. И теперь ты мне не нужен. Так что проваливай. Отлично. Кто еще пойдет с тобой? Я тебе не скажу. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Я сказала, когда от тебя будет польза. Да ты заколебала. И как я могу помочь? Я не знаю. А что ты умеешь? Что? Чему тебя сейчас учат? Стрелять. Стрелять. Да, это может нам очень пригодиться. И что ты захочешь? Если добудешь мне пистолет, можешь что-то снять. Хорошо. Но это не так-то просто. Тебе придется вынести его из зала тестирования. Один бог знает как. Там стоят датчики. Они сразу замечают, если из зала тестирования что-то вынесли. Я достану. Вряд ли ты понимаешь, как трудно это сделать. Ну да ладно. Пока не добудешь его, не возвращайся. Будешь выходить, закрой за собой дверь. Ну, вообще-то я уже представляю, как это сделать, в принципе. Более или менее, подожди. Что у меня тут? Труба, еда. Давайте еще раз поговорим. Что ты знаешь об этом месте? Все очевидно. Это так называемый центр коррекции. Она-то нам правду должна сказать уже точно. Не этично? Конечно, но им-то явно все равно. Насчет побега. Достань мне пистолет, тогда и поговорим. Мне нужна помощь. Нет. Хм. Как мне вынести пистолет из зала тестирования? Понятия не имею. Дверь даже не откроется, пока ты не положишь пистолет обратно. А если ты его и вынесешь, то в следующей комнате это обнаружат. Я слышала, датчики установили, потому что однажды кто-то вынес пистолет и устроил бойню. Трех человек, что ли, убил? Мощно. Что ты знаешь о директоре? Директор? А что с ним? Если кто и виноват в том, что с нами стало, так это он. Ему и отвечать. Ну-ка, а что ты нам расскажешь про Эпсилон-5 и Бальдра? Что ты знаешь об Эпсилон-5? А, да, я же забыла, что тебе снова память стерли. Это худенькая девчонка, которую все донимали, пока ты за нее не заступился. Зеленые постоянно воровали у нее талоны на еду. Она почему-то отказывается выбрать себе имя. Вот почему она без имени. Что ты знаешь об Эльдре? О, так ты, значит, не помнишь? Ничего такого. Просто он не ладит с остальными. А со мной? Расскажи мне о себе. Что-то не хочется. Покушать не хочешь? Не хочет. Шкаф. Что тут еще интерактивное видео? Так, ящик. Ну, вообще, мне нельзя двигаться, по идее, да? Мне не нужно с этим говорить. Ну-ка, большая машина, давайте осмотрим. Какая огромная машина. В общем, ладно. Понятия не имею, как мне... А, и что мне дальше делать? У меня есть еда, труба и блин для штанги. Я, в принципе, знаю, для чего блин для штанги, но... Так, тихо, подожди, назад. Нафиг мне это не надо. Сейчас служебный вход, выход. Нет, он нафиг мне тоже не нужен. Жизель, черт тебя дери. Давай-ка еще раз поговорим. Мне нужна помощь. Нет. До свидания. Окей, ладно, выйдем отсюда. И сейчас будем думать, что делать дальше. Так. Тренажерный зал, столовая, зал тестирования. Я знаю, для чего мне нужен блин, но я не помню, как мне попасть туда. Все потому, что геморрел с этой эти минут сорок вчера. Ну, то есть, вы этого не знали, не заметите, но... На следующий день только начал записывать. Так, ладно, жилой сектор, тренажерный зал. Что же мне нужно сделать-то, е-мое, столовая. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. В зал тестирования. Ладно, поднимемся в зал тестирования. Посмотрим, что нам это даст. И покажу вам как раз, о чем я говорил. Знаю, для чего нам этот груз для штанги, но не знаю, что дальше делать. Так, нам в синюю. Стоять. А, это желтая, окей. Пардон, моя вина. Здесь же лучше, наверное, сохраниться. Отлично. Блин. Глазом, не рукой. Отлично. Сейчас покажу. В общем... Опять-таки повторюсь, наверное, раз третий или четвертый. Я знаю, для чего нам этот груз. Он подходит именно вот этот. Но дальше я не понимаю... Без понятия, что делать. Я в надежде на то иду сюда, что сейчас узнаю. Потому что я особо дальше не разбирался. Да нету у меня тут ничего. Вот и смотрим. Да. Спасибо. Вот он, пистолет. Мы его можем взять. В принципе, тренироваться нам не обязательно. Нажимаем Escape. Выходим из тренировки. И теперь, чтобы нам выйти, нам нужно положить сюда пистолет. Но мы можем поставить блин для штанги сюда. По весу получилось как раз как пистолет. Вот я об этом и говорил. Да. Блин для штанги улетел. Но если я с пистолетом выйду сейчас, то будет плохо. Вот решетку можно, наверное... Интересно, трубой открутить. Нет? Штука слишком тупая, чтобы пробить решетку. Пистолета туда не положу. И сейчас... Я не могу забраться. Да-да-да-да-да-да-да. Я могу попытаться выстрелить в решетку, но сомневаюсь, что это сработает. В общем, я сейчас выйду, и у меня заметят в руках пистолет. Хряк. Да, замечен пистолет. Но я об этом и говорил. Пожалуйста, поместите все тест. В общем, я загружаюсь. Нужно найти что-нибудь, что поможет нам открутить эту решетку. Отвертку какую-нибудь или еще что-то подобного рода. Я думал, у Жизель это будет, но пока найти не могу, как ее взять. Там вот есть ящик инструментов, но она, по-моему, не открывает его. Шкаф для инструментов или что-то типа того. Сейчас попробуем спуститься. И поговорить с ней об этом. Потому что, ну, знаю, что сделать, но не знаю, как вынести пистолет. Я уверен, что нужно вот в эту решетку кидануть его теперь. Сейчас, если Жизель нам поможет с отверточкой какой-нибудь, то будет хорошо. Ну, давай открывай. Пока не принесешь пистолет, ты не с нами. Мне нужно попасть внутрь, чтобы добыть пистолет. Отлично. Окей. Давай заходим. Привет, привет. Раз уж ты здесь, то, может, сумеешь мне помочь. В чем дело? Я занималась техобслуживанием. И вдруг заметила, что надо открыть воздуховоды от второго уровня до этой комнаты. Хочешь, чтобы я этим занялся? Ну, раз ты настаиваешь. Если хочешь попробовать, становись вот за эту машину. А как же камера? Эй, дай мне отвертку, черт возьми. Ты правда думаешь, что за нами тут наблюдают? Если ты такой паранойек, ладно, оставайся там. Мне все равно. Да, нет, поможем ей. Может, она согласится подсобить нам отверточкой. Я пытаюсь открыть систему вентиляции со второго по первый уровень. Это здесь. Со второго по первый. Нужно открыть все трубы отсюда и до второго уровня. В общем, с третьей до десятой заслонки все должно быть чисто. Угу. Сейчас подача энергии ограничена. Так что можно открыть не более пяти заслонок одновременно. Открытая заслонка становится на схеме зеленой и автоматически открывает соседние заслонки. Угу. Итак, сейчас энергии хватает открыть пять заслонов. Очистить систему нужно от третьей до десятой заслонки. Так что выбирай с умом. Удачи. Попробуем. От третьей. Вот они открываются и активируются сразу. Заслонка, которую ты выбираешь. И рядом стоящие. По идее, да? То есть, если, допустим, сейчас пятую выбрать, закроется вторая, шестая, восьмая откроется. Если выбрать вторую. Ну-ка, если выбрать эту. Закроется вторая, четвертая. Так, подожди. Пять. Шесть. Нам нужно, чтобы было открыто пять заслонок. И такая линия, по идее, да? До десятой. От третьей до десятой. Так. Окей. Вторая. Здесь опять третья. Не-не-не-не, третью включи. Четвертую выключить. Седьмая включилась. Теперь включаем третью. Вторая включена. Подожди. Что, если сделать вот так? Есть контакт? Нет. А если так? Тоже включается. А если вот так? Третья. Вот. Все. Отлично. Получилось. Три, шесть, восемь, семь, десять. Энергия. Так ты все сделал. Молодец. Теперь любые посторонние предметы в системе вентиляции будут падать прямо сюда. Посторонние предметы в системе вентиляции. Ну вот это нам должно помочь с пистолетом. По идее. Так, подожди. Дай я шкаф инструментов открою. Получится? Заперто. И что это ты делаешь? Ну-ка открой мне шкаф инструментов. Не трогай мои вещи. У тебя что в тайнике? Ничего не осталось? Что? В тайнике? В каком тайнике? Забыл? А, ну я брал там бэтул. Но я знал. Трубу. Принеси еду и я открою. Ты понял? Эй, еда у меня с собой. Лови. Вот еда, которую ты просила. Спасибо, Чарли. Большое спасибо. После последнего экзамена я не очень-то жировала. Я перестала играть в их игры. И мне перестали давать талоны на еду. Дай-ка я открою тебе дверь. Давай. Я очень надеюсь, что там мы найдем отвертку. Иначе это будет очень хреново. Ну-ка. Эта отвертка может прыгать. Отлично, все. Ну, теперь мы точно знаем, что делать. Так, давайте выходить отсюда. Хотя нет, знаете, на этом закончим эту серию. Следующую продолжим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья. Субтитры делал DimaTorzok